Начнем. Ребята, за баром. Прошу внимания. Сегодня пятница, 22 числа 2016 года. Я вас всех приветствую на новом месте. Мы сегодня в офисе компании Вундерлист. Леша любезно нам это все организовал. Была небольшая техническая заминка. Так, мне куда поднимется? Барк сюда? Вот так, да? Хорошо. Была небольшая техническая заминка, но теперь мы готовы начать. Сегодня у нас три докладчика. Первым выступит Алексей Мигутский, старший разработчик компании Вундерлист. Вторым у нас будет Лев Гершинзон, компания Детектум. Раньше он работал в Яндексе. И третьим, если там моя презентация отобразится нормально, выступлю я, Николай Петецкий, компания Акабар. Все, поехали. Садитесь ближе, чтобы вам было лучше слышно. Потому что вот там точно не очень слышно, но в целом двигайтесь, двигайтесь. Я вам сегодня расскажу про то, как учиться, какие есть к этому подходы, потому что нас, в принципе, учиться никто никогда не учил. Мы все учились сами. Школа прошла мимо, университет тоже. Надеюсь, что не мимо всех, но мимо меня точно прошло. Меня зовут Алекс, я работаю здесь. Официально это уже Майкрософт. Вообще, я это Вундерлист. И давайте немножко о себе. Я самоучка. В компьютер-сайенс я пришел самостоятельно. Вообще, я фулстек-разработчик. В данный момент я занимаюсь вебом чисто. И углубляю свою экспертизу вебы. И я помогаю программистам становиться лучше. Сегодня, я надеюсь, я помогу вам немножко лучше учиться в целом. Это часть Software Engineering 101. Большой тренинг на 14-15 тем. Все, которые я здесь буду в рамках джуны клуба рассказывать. Одну мы уже начинали. Если вы за нами следите, то уже видели. Ну и погнали. Сегодня вторая тема про обучение. Почему я выбрал такую тему обширную и обо нее рассказываю? В нашей индустрии нужно учиться постоянно. Если вы занимаетесь веб-фронтендом, каждые два года вы переучиваетесь и учите новый фреймворк, новые подходы. Принцип остается старый, но много деталей приходится учить заново и очень быстро это набирать. Потому что стандартный наш мем, когда Angular вышел в релиз, когда появилась первая версия Angular, кого начали искать рекрутеры? Все они раз пятью годами опыт. И это нормально, это будет всегда, это будет везде. И все будут хотеть человека с опытом, как только фреймворк появился. Некоторым этим пользуются, потому что на этом можно в принципе заработать небольших и больших даже иногда денег. И чем быстрее вы зайдете с новой технологией на рынок, тем больше денег можно заработать. Очень логично. Но в целом информации очень много, особенно если вы будете заниматься фулл-стэк разработкой и заниматься ей постоянно, то есть и разрабатывать бэкэнты, фронтэнты, базы данных и все остальное, распределенщикам. Учиться придется вообще постоянно и очень много. И самое главное в нашей профессии, если вы этим хотите заниматься действительно профессионально на высоком уровне, оставаться всегда заинтересованным, рисовать свой нос во все подряд. Если у вас вот эта вот искорка пропадет, если вы убьете свою внутреннюю тягу к знаниям, то в принципе можно переходить в менеджмент и забыть про разработку, потому что за три года из вас получится все. Печально. Как это поддерживать? Задавайте постоянно вопросы и друг другу, и своим коллегам, и всем вообще вокруг. И рассказывайте обязательно о тех вещах, которые вы учите. В идеале в вашей команде должен быть чатик, в который вы скидываете интересные ссылки, делитесь интересными материалами. По-хорошему стоит еще проводить ретроспективы и даже проводить совместные код-ревью, то есть прямо с проектором, прямо сидите с пивком, открываете последний пол-реквест жесткий и всей командой вместе обсуждаете, что там как. Это очень хороший способ смотреть на то, как вообще люди думают, как люди в вашей команде думают. Если у вас нету пайр-программинга, это единственный способ делиться знаниями достаточно эффективно. Ну и заодно весело. Если с пивком, так вообще ничтя. Значит, смотрите. Давайте еще сегодня поговорим вглубь немножко о философии, обучении в целом и петодологии. И начнем вот с вот этого вот. Разница между знаниями и умениями. Кто-нибудь задумывался когда-нибудь, в чем разница между двумя этими понятиями вообще? То есть вот приходите вы на курсы, да, там, научись C++ за 21 день. Чего вы от этих курсов ожидаете? То есть там глубины знаний, какие-то умения, которые вы после курса сразу сможете применять или чего? Хоть один человек есть, крабрый поднимет руку и скажет, я задумывался. Нет. Кто не задумывался? Окей. Ну, вот видно, что человек задумывался, уже расслабился и больше не думает об этом. Очень правильно. Да, часов. Да, смотрите. Какую я предлагаю рассмотреть модель? Одна из. В чем отличие знаний от умений и как это вообще различать, как это себе планировать? Знания – это стратегическая ценность для вас. Они не бывают полезными вот прямо сейчас. Чаще всего это бэкграунд, который вы набираете в свою голову для того, чтобы лучше, скажем так, предсказывать будущее и видеть горизонт событий. И видеть горизонт возможностей. И уметь из этого всего большого набора выбирать что-то полезное себе. Знания не прокормят сами по себе вас вот на сегодняшний день. То есть, если вы что-то знаете, если вы знаете теоретическую физику, сегодня вы ей не заработаете. Вот прямо сейчас вас никто не найдет, потому что не работают так эти абстрактные вещи. Но знания позволяют видеть очень много дополнительных возможностей вокруг. Когда вы набираете себе бэкграунд из разных технологий, из разных других областей знаний, там та же философия, история, география и так далее, вы начинаете по-другому видеть мир и вы начинаете замечать возможности, которые раньше вообще не видели. Банально, если чуть ближе вернуться к программированию, если вы знаете и бэкгент, и фронт-энд, у вас открывается гораздо больше рынок вакансий. Просто потому что люди ценят больше фронт-эндщика, который сможет договориться с людьми из бэкгенда, как ему сделать аппи лучше. Если вы понимаете, как разрабатывается соседняя с вами система, вам проще с ней интегрироваться, вы это все будете гораздо лучше компании пропихивать, скажем так. Поэтому, если у вас есть дополнительные знания в паканда, это всегда будет плюс для фронт-эндщика. То же самое наоборот. И смотрите, большее знание дает вам на самом деле большее влияние внутри вашей команды, внутри вашей компании. Потому что, если вы человек, который обладает дополнительными знаниями, не может со всеми говорить, причем говорит на равное, то вам будут больше доверять. А рано или поздно вокруг вас соберется больше таких людей, ровно за счет того, что вы со всеми умеете разговаривать. Но бывает такое, что две команды друг с другом вообще не разговаривают, потому что не могут найти общий язык. Если между ними есть человек, который понимает обе стороны и может переводить с одного языка на другое, то это сильно меняет вообще все. Поэтому в эти вещи стоит инвестировать свое время в любом случае. Давайте посмотрим чуть больше на скиллы, на умения. В чем разница? Умения – это ваша сиюминутная выгода. Это тактическая ценность, которую вы можете достаточно быстро приобрести. Любое умение вас, в принципе, сегодня прокормит. Если вы умеете хорошо забивать гвозди, то, в принципе, в Берлине есть ниша забивателей гвоздей. Это я вам гарантирую. Особенно если вы сможете приехать за 20 минут и разобраться с картиной вместо двух недель, как это принято здесь. Поэтому как только вы научились забивать гвозди хорошо и грамотно, и можете дать на этот гвозд гарантию, в принципе, вы уже можете себя кормить. То же самое, в принципе, с любым фреймворком. Только вы выучили, как на ангуляре хлебать что-то, можно уже окрепать. И это без проблем. Умение – это то, что позволяет вам делать вещи, на самом деле. То есть знаниями вы их не делаете. Знания – это абстрактная вещь. Умение – это уже то, что вы можете применить и конкретно заделивать вашу фичу, сделать ваш продукт, что угодно. И чем больше умений у вас будет, тем, в принципе, у вас больше свобода. Потому что чем больше вещей вы можете делать, тем более вы ценный сотрудник по умолчанию. То есть не обязательно иметь глубокую экспертизу, но если вы имеете бэкэнд, оптимизацию баз данных, оптимизацию фронтэнда, вас возьмут где угодно. Вообще без вопроса. Вопрос только на какие деньги, как себя потом продать, и как в этом всем расти, но это отдельная тема. Если, скажем, вы новичок, среди нас таких, наверное, нет. Но в целом для новичков это очень актуально. Если вы только начинаете, лучше вкладываться в конкретные умения, лучше учиться колбасить, а потом уже решать, буду я заниматься бэкэндом, фронтэндом или еще кому-то фигня. Потому что это дает сразу же возможность. Давайте теперь к немножко более ревантным вещам. Как вообще учиться, какие есть интересные штуки, как этим стоит заниматься. Значит, смотрите, когда перед вами лежит новая тема, которую нужно исследовать или выучить, или вот вам сказали, чувак, завтра ты делаешь вообще то, что никто никогда не делал, приходи на работу, радуйся. У тебя офигенный челлендж, вся дела. С чего стоит начинать? Начинать стоит с анализа. Причем, брендс-ферст анализ, то есть анализ в шей. Вы берете материалы, которые подходят под вашу тему и просто поверхностно их анализируете. Не вчитываетесь в это. Вы пытаетесь найти факты, которые вы понимаете изначально, на вашем уровне. После этого есть смысл выяснять у людей, то есть если вокруг вас есть коллеги, которые с этим работали, или у вас есть ментор, например, или у вас есть человек, который эту область немножко знает, вы выясняете у него, что является основой в этой области, какие базовые знания вам нужны, какие принципы вам нужно понимать. В идеале. Если нет, то пытайтесь найти это самостоятельно, но самостоятельно это очень тяжело оценить. Когда у вас есть понимание того, что есть база, когда вы уже провели небольшое исследование и посмотрели на факты вокруг, вот тогда можно углубляться и уходить на, скажем так, уровень ниже, проходить то же самое. Проходить тот же процесс заново. Давайте еще немножечко поговорим здесь, что значит на уровень ниже. Смотрите. И если вы когда-нибудь читали какую-нибудь техническую книгу, я думаю, что все читали техническую книгу, вы обратили внимание, что в принципе некоторые главы друг с другом не связаны последовательно. И в любой книге есть оглавление. Есть методология, которая называется сканирование. То есть вместо чтения вы используете сканирование. И в чем она заключается? Вы смотрите на содержание и помечаете те главы, которые вы более-менее знаете, что-то где-то читали. Эти главы – это первый уровень вашего понимания. Остальные главы – это то, куда вам нужно будет углубляться. Вот первый уровень, который вы понимаете, вы в принципе можете изначально пропускать, потому что у вас уже есть какие-то куски информации. На втором уровне вам нужно открыть эту главу и про них просто быстро пробежаться. То есть вы берете каждый абзац, читаете первое предложение, можно читать произвольное предложение, но уж первое. И пытаетесь просто понять, о чем там вообще рассказывается. Если вы уловили суть, после этого вы уже знаете, из чего примерно книга состоит. И вы можете в каждую главу углубляться настолько, насколько вам это нужно. Это самый эффективный способ оценивать информацию, когда вы не знаете вообще, что там происходит. По-другому вы потратите просто дофигища времени, читая эту книгу от начала до конца. Причем я уверен, что многие начинали читать какой-нибудь классический кнут на 200 страниц, доходили до середины и забивали на это, потому что оно вообще кулец какой-то. Все вначале понятно, либо наоборот уже вообще все непонятно. И что с этим делать неизвестно. После 200 страниц мотивация стопудово пропадет. Поэтому если это был тонк кнута, никто его не дочитал. Смотрите еще, как с этим вообще жить. Ну то есть, не надо читать книгу полностью. Банально. Читайте те вещи, которые у вас в контексте вашем. То есть у вас стоит какая-то задача, вы примерно представляете, что нужно сделать, вы понимаете, что вы ничего не знаете, вы нашли какую-то книгу, какой-то источник, оценили, что да, там есть какие-то знания. Смотрите, насколько оно совпадает с вашей задачей. То есть если вот вам сейчас нужно прочитать про то, как настраивать сервер на джаве, вот берите и читайте. В другое время оно вам в принципе не понадобится. Если это не ваш профиль, если вы не эксперты в этой технологии, не учите ее полностью. Нашли, что вам нужно сделать, почитали про это, все, достаточно. Это будет самый эффективный способ, потому что у вас останется мотивация, вам нужно эту задачу решить, информация более-менее релевантна, и ваш мозг ее будет впитывать. По-другому вы просто будете тратить время. Но это вот основной механизм. Кто-то этого не знал раньше? Для кого-то это была новая информация? Кто-то что-то понял? Окей, отлично. Давайте дальше, смотрите. Сейчас поговорим немножко про то, как вообще процесс упростить, какие есть хаки, как это можно сделать быстрее, без научных идей. Смотрите, самый первый хак, никогда не учитесь в одиночку. Учиться в одиночку очень плохо. Наши мозги очень хорошо фильтруют всю новую информацию, они считают по умолчанию, что она нафиг не нужна. Когда у вас есть второй человек, то это очень сильно меняет весь процесс. Во-первых, вы с ним можете устанавливать какие-то ожидания. То есть, говорят, чувак, я сегодня выучил вот эту фигню. На следующий день чувак тебе звонит и говорит, ну что там? Ты говоришь, о, блин, а я не выучил. И второй раз такое уже не произойдет. Потому что это такая сильная мотивация со стороны. Плюс ко всему, второй человек думает немножко по-другому. Он будет задавать вам другие вопросы. То есть, вы почитали, у вас в голове возникли какие-то вопросы, вы на них ответили и думаете, во, все, я все выучил. Приходите к другу, говорю, о, я почитал, короче, крутую книгу, там такие классные идеи. И тут он тебе задает вопрос, вот, ну я тоже почитал эту книгу. Он тебе задает такой вопрос, который ты вообще не видел. И поначалу он тебе может казаться, ну, блин, глупость какая-то, да? Там, я прочитал это, там две строки про эту идею. А потом фига, и оказалось, что ничего себе оказывается, эта идея, на самом деле, была внутри книги, вы просто отфильтровали. Она не была в вашем контексте. И в целом, как бы, если у вас есть второй человек, относительно которого можно, скажем так, на которого можно набрасывать идеи, который будет набрасывать идеи вам, это очень круто. Смотрите, еще один хак. Учите других, менторите людей. Причем, менторинг, это не когда вы там суперэксперт и учите джуниоров, как правильно писать на реакции в high-performance штуке. Менторинг, это когда вы немножко лучше знаете тему, чем другой человек. То есть, вы на один уровень впереди не будете. Вы уже можете кого-то чему-то научить. Менторинг, это вообще идеальный источник глупых вопросов, на которые вы стеснялись давать ответы самому себе, потому что, ну, блин, это даже себе стыдно задавать такие вопросы. Когда у вас будет человек, который такие вопросы будет задавать, и при этом ждать от вас ответ, то вы уже не ответите. Он придется учить это достаточно в другом. Плюс ко всему, здесь тоже возникает такая интересная штука. Другой человек обычно находится в другом контексте. То есть, у него немножко другие задачи. Даже если он работает с тем же самым фреймворком, он решает другие задачи, у него другая команда, у него другая экспертиза. И он, скорее всего, находится в таком пространстве, в которое вы не попадете. Вот. И это позволяет увидеть фреймворк, систему, любой вот набор знаний с другой стороны. И самое интересное начинается тогда, когда те приемы, которые вы используете, которые вы изучили, не подходят другому человеку. Вот тогда вы начинаете видеть всю систему совсем другому. И это очень круто. Смотрите, есть такая техника, называется spaced repetitions, распределенные, типа распределенные по времени повторения. Мы посмотрим на нее чуть позже. Это считается одной из самых эффективных техник изучения материала. Это тоже такой жесткий хак. Если кто-то не знает, здесь вот обратите внимание, learn how to learn. На Coursera есть курс о том, как учиться. И там люди рассказывают про эксперименты и про те фреймворки ментальные, которые из этих экспериментов можно построить. Там достаточно хороший набор идей про то, что такое сфокусированный режим работы мозга, например, и диффузный режим работы мозга. Если вы никогда не проходили этот курс, пробегитесь по нему. То есть посмотрите все видео ускоренные, там очень много воды, там оно разжевано, прям я не знаю для кого. Но идеи в целом очень годные. Если вам удастся найти где-то выжимку этих идей, почитайте бложек хотя бы, хоть что-то. Но там очень крутые штуки. Но действительно, если начать применять подходы из вот этого learn how to learn, оно работает. Но мы немножко дальше поговорим про очень похожие вещи. И хак, который крайне важен для любых программистов, для любых кодеров, администраторов, неважно. Если вы работаете с кодом, запомните ABC, always be coding. Вы всегда должны писать код. Каждый день вы должны писать код. Если не пишете код, вы лишаете себя знаний. Написание кода это один из лучших вариантов изучения каких-то мнений по написанию кода, по строению систем. Еще хорошо работает чтение кода. Но дело в том, что чтение кода, оно немножко не настолько эффективное. То есть, люди устроены так, что мы привыкли учиться на практике. К сожалению, все так работают. Даже если у вас очень хорошо развито абстрактное мышление, и вы там теоретическую физику хорошо знаете, и способны ее вообще понять и воспринять, практические вещи все равно вам будет проще учить руками, учить на практике. Я раньше тоже сильно заблуждался, что вот эта штука нафиг не нужна, я так все понимаю, там архитектуру в голове вижу, это все херня. Надо ходить. Если вы не ходите, оно не заходит. Вы просто не сможете, во-первых, никому объяснить вашу абстракцию, потому что вы никогда не пробовали это делать руками, не способны спуститься на тот уровень практики, где другим людям будет понятно, зачем это. Банальный пример. Кто-нибудь функциональное программирование знает, хотя бы чуть-чуть, пытались учить. Романады все слышали, все читали. Вот, Манада это идеальный пример вот того, где без практики бащинника. То есть, Манаду можно объяснить с точки зрения Матана, но для этого вам нужен человек, который уже знает Матан. А если этот человек знает Матан, скорее всего, он уже знает Манад, что он этим интересовался. Вот. Объяснить Манады простым смертным, людям с ООП-бэкграундом, невозможно, бесполезно, аналогии там не работают. Единственный способ это объяснить, посадить его, дать ему какой-нибудь мэйби или опшн и показать, как это работает в коде. Все, по-другому он никак вообще не работает. Абсолютно проверено поколениями программистов. Можете попробовать кому-то объяснить. Если вам удастся вот сразу взять человека на улице и объяснить ему Манаду, я думаю, что под это нужно придумать какую-нибудь премию, типа как Могель. Но. Можно даже скинуться и все равно никто никуда не выиграет. Вот. Поэтому кодить надо обязательно. Ну и смотрите, еще один важный момент. Я для себя это тоже открыл чисто случайно общаясь с людьми. Как вообще, вот представьте, да, вы сидите на лекции, все были в университете, все были в школе, там слушали преподавателей. Как вы эту информацию воспринимаете? То есть, как вы ее интегрируете в свою модель мира? Я очень был сильно удивлен, когда узнал, что не все люди заполняют пробелы. То есть, люди пишут конспекты прямо вот дословно, да, записываются преподавателем, но, во-первых, никто не задает себе вопрос, а почему эта херня вообще работает? Во-вторых, никто не задает себе вопрос, а вообще вот она для меня релевантна или нет. То есть, зачем я слушаю этого человека? Мало кто фокусируется на своих пробелах. И это на самом деле, это вот такой, очень большой дифференциатор, я бы сказал, между людьми, которые там учатся всегда на пятерке, и людьми, которые вообще не врубаются, что они тут в школе должны кому-то делать или в универе, и как это все людям заходит вообще в голову. Мы там пишем конспекты, 20 раз их читаем, все равно ничего непонятно. В чем фишка? Когда вы слышите новую информацию, фильтруйте ее по принципу того, что вам нужно заполнять ваши пробелы. То есть, если вы знаете, что где-то у вас есть недостаток какого-то знания, вы где-то плаваете, вот на это вам и стоит обратить внимание в первую очередь, потому что ваш мозг настроен на то, чтобы этот пробел заполнить. И если вы, например, слушаете лекцию, смотрите там на курсе или еще где-то, прогоняйте это через мозги, просто вот спрашивайте, зачем эта информация нужна и как она мне, может быть, в моем мировоззрении полезна. Если этого не делать, то вы просто, по сути, просто слушаете блог-бан. Это тоже прикольно, но это не способ изучения. Есть еще очень интересная методика, называется Хорнегский метод ведения конспекта. Кто-нибудь слышал когда-нибудь вообще? Это очень прикольная штука, она очень простая. У вас на листке будет три разных секции. Одна колонка слева для вопросов, одна колонка для заметок, то есть там будет полнить просто списочек небольшой, и снизу будет summary для темы. В эту штуку, в этот вот простой такой листик, да, с тремя колонками интегрировано несколько способов обучения, и они все достаточно высокоэффективны, на утепление. К сожалению, нас этому не учат. Эта штука была разработана в 70-х годах в Штатах, и как бы, и все. И про нее знают некоторые люди, но очень мало. Но это достаточно эффективный способ. В конце будут ссылки, я эти слайды выложу, естественно, онлайн, покликайте по этому, посмотрите. Потому что если вам удастся себя научить пользоваться вот этой системой, вам станет гораздо легче учиться. Ну и смотрите, вот тема Spaced Repetitions. Это научно доказанный, достаточно эффективный способ изучения материалов. Его суть заключается в том, что наш мозг натурально забывает информацию. Когда вы что-то читаете, вот смотрите на первую кривую, у вас за буквально пять дней остается только половина информации, которую вы восприняли в мозгах. Для того, чтобы немножечко изменить такую тенденцию, вам нужно на неравных промежутках времени эту же информацию повторять. Причем эти промежутки должны расти по времени. То есть вы, например, можете прочитать какую-то книжку, грубо говоря, прочитать статью, она была интересной, вы там нашли много интересных идей. Перечитайте ее на следующий день, это закрепит информацию на дольше. Потом перечитайте ее через неделю, это закрепит информацию еще на дольше. Там есть такое правило, правило 20%. То есть, грубо говоря, если вам нужно заполнить информацию на год, то вам нужно повторить ее хотя бы один раз на промежутке 20% от года. В идеале вы просто доводите повторение до этого промежутка. То есть 20% от года это примерно два месяца. Соответственно, вы читаете информацию на второй день, потом вы читаете информацию через неделю, потом читаете информацию через две недели, через месяц, через два месяца, и все. Это гарантированно поможет вам эту информацию помнить хорошо в деталях в течение года. В учебнике такая штука не интегрирована, в крайней мере, в странах СНГ. Некоторые поучи и тренеры есть? Видел? Да. И учение иностранных языков когда один день. Да. Лексики новые, слова повторяются на 2-й, 4-й, 8-й, 16-й, 52-й, 64-й день. Окей, да. Это хорошо. Это как раз он подходит под это. Я не знал, какой. В общем, да, эта штука одна из самых эффективных для запоминания. Смотрите, есть еще такая интересная инфографика. Это было буквально пару лет назад. Значит, было большое исследование, в котором люди изучали методы изучения информации. Исследование довольно интересное и, судя по всему, валидное, потому что его сразу все похвалили и разобрали на инфографику и кучу статей. Здесь описаны методы изучения в зависимости от их эффективности. На нижнее, давайте сразу обратим внимание, то, что мы все используем. Это перечитывание материала, это подчеркивание в тексте, выделение каких-то штук, визуализация, то есть, когда вы представляете себе какую-то модель, запоминание ключевых слов или какие-то мнемоники и составление... Are you here? Составление summary. Эти штуки очень плохо работают. Но вот нас все в школе учили именно вот это. Далее идут более прикольные методы. Один из них это вот это вот Interleafed Practice. Интересная вещь. Вспомните задачник по физике, например, или по математике. У нас была тема, а потом на эту тему шли одинаковые задачи. Блок задач, вот все на одну тему. В следующей теме точно такая же. Эта штука работает очень плохо. Да. А лучше работает, когда эти задачи перемешаны по всему учебнику. То есть вы проходите новую тему, но у вас есть задача из какой-то старой темы. Когда вот эти практические вещи раскиданы по времени и смешаны друг с другом, вот тогда вы будете запоминать их гораздо лучше. Объяснение самому себе. Это тоже достаточно хороший метод. Когда вы воспринимаете новую информацию, вы пытаетесь себе объяснить это с точки зрения своей модели. То есть вы задаете вопрос, почему эта штука работает. Момент. Сделаем перерыв. И смотрите. Объясню еще вот эту. Сделаем перерыв. Пойдем дальше. Элаборатив интеррогейшн. Ужасная вещь. На русский вообще не представляю, как переводится. Это типа вспомогательный допрос самого себя. И вот эти две вещи, это по сути метод опрашивания самого себя. Почему эта штука работает и как я могу объяснить ее с точки зрения своей модели. почему мне это полезно. Вот если вы будете на новые факты так реагировать, то будет огонь. Я так понимаю, что у нас приехала пицца и нам нужно открыть двери. Окей. Тогда давайте мы сделаем перерыв на пиццу и продолжим. Просто чтобы впустить. Продолжим позже. Там, ребята, все сложно. Пустить просто так не получится. Поэтому давайте сделаем перерыв и без меня, к сожалению, нельзя пустить. Заодно, ребята, кто хочет быстро покурить, не использовать. Вы можете заказать, да? Но он ездит, потому что выход тоже уже влажаемый. Объясни мне, что это. В общем, ребята, погнали дальше. Давайте поговорим про два самых эффективных способа, которые, в принципе, вот эти вот два заменяют все остальное. И очень прикольные вещи, на самом деле. Первое, это тесты. Это тестирование себя, в первую очередь. То есть вот те тесты, которые вы делаете на Курсере, например, после каждого занятия, которые кажутся немножко туповатыми, потому что это, в принципе, те же вопросы, которые вам рассказывали только что в лекции, они на самом деле работают. Единственное, что на Курсере и на всех остальных курсах такого рода оно сделано кривовато. То есть эти тесты не должны быть сразу после материала. Сразу после материала вы должны себе сами создавать вопросы. То есть, грубо говоря, вы проходите какую-то тему и вы сразу по мере прохождения этой темы записываете вопрос к ней. После темы вы просматриваете эти вопросы и сами себе отвечаете. Через какое-то время вы возвращаетесь к этим вопросам и опять через них проходите. То есть вот этот же подключаете сюда Interleaf Practice и Space Repetition и прогоняете себя по этим вопросам опять. И когда вы начинаете, во-первых, формулировать эти вопросы, во-вторых, на них отвечать, ваш мозг начинает работать в правильном режиме. Он отключает фильтрацию и понимает, что вы эту информацию пытаетесь из него достать. Для того, чтобы ее было эффективнее доставать, он ее записывает достаточно эффективно. Да, Practice Testing его впервые как методологию предложили что-то в районе 1920 года. Есть разные способы применения тестирования, но у нас самое известное, когда вам дают тест, там 4 варианта ответа, ЕГЭ, вот это вот Сайон, да. Лучше всего тесты с вопросами, которые открыты. То есть открытые вопросы, которые заставляют вас писать текст и самому на них отвечать. А их не нужно оценивать, это не для оценки, эти тесты не для оценки, эти тесты для закрепления материала. Каких соревнований ты читаешь тему, да, банально, вот, обучение, и вот на этом слайде, да, ты там увидел Practice Testing, ты к этой идее просто записываешь вопрос, какой-то, как работает Practice Testing, да, или какие есть варианты эффективного обучения, ты просто записываешь этот вопрос, вот тот Корнеловский конспект, который был. Там есть колонка для вопросов, как раз для того, чтобы заставить тебя делать вот это. Вот. Там есть саморизация, но она немножко для другой цели. Она в том числе для того, чтобы ты на эти вопросы начал сразу же отвечать. И смотрите, и Distributed Practice, вот эта вот схема, которую показывали, повторение на распределенных интервалах, это тоже достаточно высокоэффективный метод. И если вы будете вот эти вот вещи, то есть прям бывать вот эти вот тесты, да, и возвращаться к ним периодически, изучая другие темы, вот это будет самый эффективный вариант. Как ни странно. Вот. Если кто-то захочет поэкспериментировать прямо вот в контролируемых условиях, самостоятельно, и у вас будет результат, приходите сюда и рассказывайте, потому что это достаточно прикольно. Это достаточно интересный способ. Давайте немножечко дальше, посмотрим, что у нас есть. Ого. Да, у нас есть спор. Значит, смотрите. В курсе о том, как учиться на курсере есть очень много информации про то, как спорт влияет на обучение. Во-первых, предположим, вы любите бегать там или плавать. Когда вы бегаете и плаваете, ваш мозг переходит в диффузный режим. Вы не сфокусированы на каком-то куске информации, а вы позволяете вашим мыслям гулять слева направо, из левого уха вправо. Это достаточно прикольный режим. Это основа креативного режима. Когда вы расслабляетесь и немножко разрешаете своему мозгу делать что угодно, вы становитесь более креативным. Это одна из моделей на самом деле. Так объясняю. Есть фокусированный режим, ему противопоставляют диффузный. Но на самом деле, если вы начнете заниматься спортом любыми, высокоинтервальные нагрузки, скачалка, бег, плавание, неважно что, на постоянной основе будете вырабатывать из этого привычку, я вам гарантирую, что вы заметите влияние на то, как вы думаете. То есть, влияние на вашу эффективность работы мозга. Это гарантировано. Просто, особенно если вы никогда не занимались спортом и начнете это делать постоянно, хотя бы по чуть-чуть, ваш мозг начнет перестраиваться физиологически. Плюс ко всему, буквально в феврале этого года вышло исследование о том, что бег усиливает нейрогенез. Исследование было на мышках. Говорят, что для людей тоже работает. Не совсем понятно, что там с интервальными тренировками и с тренировками с нагрузками, потому что мышек тяжело заставить качать пресс интервалами, но им там тоже придумали похожую рутину. Говорят о том, что при интервальной тренировке в организме большой стресс и нейрогенез из-за стресса замедляется. Но зато при беге, если вы правильно бегаете на долгие дистанции, то мозги растут. Очень круто. Я не знаю, я не хочу этому верить, потому что я не люблю бегать, но морально. Вдруг кто-то любит и кому-то понравится. Я бегаю. Молодец. От милиции местной? Нет, по 5 км. А два раза в неделю. Круто. Тут это такое умение. А, ну вот дело-то, такая штука трудная, что я уже два года бегаю и у меня нет ощущения, что я перешел какую-то грань и мне стало легко. До сих пор такого нет. Но с другой стороны зависимость, она вырабатывается. Не могу сказать, что физическое, но психическое точно. Привычка вырабатывается. Привычка в виде зависимости. Ну так она и есть. Не пробежал свои 5 км, что-то как-то вот уже колбасит. Уже и не то, да? Ну и стресс. Доказано давно и очень много исследований о том, что стресс замедляет нейрогенез. И если вы учитесь и у вас есть стресс, это бесполезно. Потому что организм будет тратить больше энергии на борьбу со стрессом, чем на то, чтобы мозг запоминал какую-то хрень. Для вашего мозга, в принципе, любая информация о хрень, которую вы прямо сейчас не используете, которую вы не пытаетесь из мозга достать. И давайте теперь еще поговорим об очень важной штуке для разработчиков. Это хайп. Кто знает, что такое хайп? Я думаю, что большинство знает, что такое хайп. Кто не знает, кому-нибудь нужно объяснить? Don't believe the hype. Don't believe the hype. Да, не верите в хайп. Ну, на самом деле, хайп это, скажем так, искусственно созданный тренд, искусственно созданный модом на какую-то технологию, на какую-то идею. Грубо говоря, когда Angular вышел, знаете вообще, что такое Angular? Я его использую как пример, потому что оно известная штука. Но если не знаете, в общем, какой фреймворк Google сделал из-за того, что Google сделал и вложил в маркетинг дофига денег, люди начали этим пользоваться. Зря начали, но у нас что поделать. Так вот, созданный искусственный тренд, запущенный, и все верили в то, что Angular всех спасет, и мы все научимся писать офигенный фронтенд, оказалось, на самом деле, нет. Ну, как всегда. Так вот, что оно делалось с этой всей херней. Есть модель, Гартер как-то ее всем показал. Это жизненный цикл инноваций, жизненный цикл хайпа. То есть, сначала у нас какой-то новый продукт, какая-то новая идея заходит на рынок, и все-таки офигеть, какая крутая штука вообще, короче, спасет всех. Таблетка для счастья. Потом до людей начинает доходить, что на самом деле Silver Bullet вот этих вот решений для всего не бывает, везде есть какие-то косяки, и часто, как бы, вот за маской тренда прячутся конкретные косяки. И после этого находятся люди, которые чешут репку и говорят, чуваки, да это все херня на самом деле. Потом чуваки еще набили шишек, поработали с этой технологией и поняли, что он сам делик херня. И там начинается жесткий-жесткий спад, все говорят, ну, а не, фигня, мы вообще с ней работать не будем, кто это придумал, но какое-то не технология. И вот здесь вот начинается такая интересная штука, называется Throw of Disillusion Night. Как же это по-русски? Короче, всем вашим иллюзиям выходит полная жопа. И вот смотрите, короче, вот здесь вот, когда все говорят, нет, технология фигня, находятся люди, которые, как бы, понимают, что она не очень хорошая, но сразу видели ее практическое применение. Вот. И вот здесь вот начинается кривая просветления, когда начинают полинаться статьи, которые описывают сюда. Технология на самом деле не идеальная, но ее можно использовать. Есть там определенные подходы, с которыми можно жить. Есть определенные рамки, в которых эта технология работает. Все остальное, как бы, но, но вот в этих рамках она ништяна. То есть там Angular, офигительно, такой для прототипа. Вот. Кто-то это понимал здесь, но потом, как бы, вот здесь вот люди уже начали объяснять, что да, окей. и вот там вот развиваются все тренды в технологиях, вообще все. Любые базы данных, любые фреймворки на фронтензе, вся херня развивается вот там. Если вы еще это не поняли, в течение 10 лет, я вам гарантирую, вы увидите 3-4 технологии идентичные, и вы сразу все поймете. Покемоны. Покемоны – это такое. Ну, да, будет тоже. Хайп сейчас есть, вот это вот. Никто не смотрит, что это на самом деле нож, там сервера лежат, вообще, увидите. Играло. Останется аукмент, или реальность? Да не останется, это не тренд, не важно. Давайте дальше. Не будем спорить. Потому что я все равно буду свое зрение вносить. Смотрите, технологии развиваются по спирали. У нас есть кто-нибудь, кто больше 10 лет работает вообще в индустрии? Офигеть, какие вы кручёные. Чё, чё, чё? Вообще в индустрии в нашей. Ну, ты понятно, да. Вот еще один. Да, ништяк. Чё, 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 пять по нему. Вы уже замечали, что опять начинается очередной виток, очередная тема, немножко с другой стороны, освеченная, но та же самая херня, просто чуть-чуть что-то добавит. Тоже функциональное программирование. Ему лет, блин, дай боже. Причем мы его сначала заново открыли, короче, такая офигенная модная технология. Так какая это модная технология? Была еще 100 лет назад. Она крутая, конечно, просто тогда под нее не было контекста. Сейчас он есть. Распределён ещё на вот эти все вещи. Дешёвые сервера, там backendless, вся эта фигня. Технологии, в принципе, все имеют в основе набор принципов. Только этим принципам никто никого не учит. И мы эти принципы просто заново открываем и пытаемся их по-другому представить в виде кода, по-другому представить в виде подходов. Та же самая херня. И повторяется, повторяется. И все тренды на этом строятся. Раньше говорили, МВЦ – это офигительный паттерн, всё скейрится, короче, бесконечно. Отличная тема. Благодаря джаве все забыли, что такое правильное МВЦ. И вот сейчас оно начинает заново. Реактивщина. Все такие, офигеть, у нас реактивный бэкэнд. Ну окей, ребята, но этот реактивный бэкэнд был ещё 25 лет назад. На нём в инду писали на таком реактивном бэкэнде. Вот. Такое. Из истории нужно учиться. Для того, чтобы эти все тренды видеть и понимать, что это очередной хайп, стоит немножко читать истории. Тот же самый МВЦ, тот же самый реакт, это всё было, это всё известно. Нас этому не учат, к сожалению. Нам говорят, вот, короче, сиди и педаль. Но тебе это не понадобится. Выйдет новый какой-нибудь фреймворк, и всё будет круто, короче, но на самом деле нет. Историю стоит учить. С людьми, которые в индустрии долго стоят разговаривать, они вам расскажут, что это всё одинаковое. Всё одно и то же болото, и ничего не меняется, на самом деле. Вот. И здесь надо поговорить уже для тех, кто достаточно далеко забрался в карьере. Есть определенные моменты, когда за хайпом и за трендами нужно следить. И это моменты, когда вы знаете хорошо, что вы эксперт определенной ниши в определенной технологии. И вы ставите на это ставку. Вот тогда вам придется следить за трендами. Просто потому, что к вам будут обращаться люди, задавать вам вопросы, спрашивать, а что там модное, а как с этим жить, а надо ли на эту технологию вообще смотреть. И вам придется разбираться, что там за ангуля, почему вторая часть вышла, где там реактивщина, нахер нам вообще всё нужно. Хорошо же лезть Java и GVT, а зачем тут ангуля какой-то. Если вы эксперт, вам придется этим заниматься. Вот. И, значит, насчет ниши, насчет выбора ниши. Если вы знаете, что вам придется следить за всеми этими хайпами, возникает вопрос, нафига мне лезть на фронтенд вообще. Правильно. И тут нужно просто понять, хотите ли вы этим заниматься, совпадать ли ваши цели с этим, и видите ли вы эту технологию как стратегическое инвестирование своего времени и своих усилий. Если да, тогда вперед, зарабатывать экспертизу, тратить на это время. И как измерить вот это вот стратегически, как вообще задать себе вопрос, стратегически это инвестиция или нет, хочу я с этим жить или нет, как определиться, хоть в каком-то виде. Я предлагаю вот такую вот штуку, меня и когда-то научили хорошие, хорошие товарищи. Если вы сможете сказать себе, да, я уверен, что я в ближайшие пять лет буду вот этой вот херней заниматься, несмотря ни на что, там выйдет новый фреймворк, я его, конечно, поковыряю, но все равно буду использовать свой, и я в этом уверен. Вот это похоже на то, что вот здесь есть смысл углубляться, здесь вот есть смысл инвестировать свое время на эти пять лет, становиться действительно хорошим разработчиком со знаниями этого фреймворка, подхода, парадигмы, неважно чего, и вот тогда вам уже нужно будет следить за данным. Причем только в своей нише, во всех остальных можно в принципе не лезть. И как вообще вот с хайпом, как себя останавливать? Не ведитесь на позывы уходящего поезда, когда он говорит, а, чувак, ты не успеешь, через два месяца все будут писать, но он гуляет. Надо срочно-срочно учить, короче, будут писать, но такой учебник будет писать, пипец, через два года вы просто офигеете от того, что писали люди на ангуляре в самом начале. Стоит игнорировать вещи типа стань профессионалом за 21 день. Вы учи C++ по нашей книжке за 21 день и начни зарабатывать деньги. На геморрой начнем зарабатывать за 21 день, на C++, а не деньги. Такие вещи просто стоит реально игнорировать. То есть, если вот вам говорят, я сейчас сделаю профессионалом за три месяца, как это говорят новичкам в IT-школах, ну, как бы этому человеку стоит сказать спасибо и уйти сразу же, забрать свои деньги и пойти в другую. Который тебе скажет честно, что чувак, может через два года ты начнешь этим всем зарабатывать, но вообще будешь страдать. Да? Как вообще там брендинсы, где за полгода делают почти сеньоров? О, господи. Да не делают нигде за полгода почти сеньоров. Слышишь? Я знаю, что конторы где делают. Голдсорс? Ну да. Ну пишут сеньор, ну не слышишь? Ну да, не, не, это все, я не знаю, покажи мне это, как они сертификают. А у них есть сертификация? Нет, так у них можно зарабатывать. Это не считают. Это не считают. А в первом деле делается фэркрасно. Да, это все херно. Фэркрасно. То есть немножко другая, это мужище. Это ниндзя? Да, это жесткий ниндзя. Это полстак. Полстак инженер за полгода? Да. Я вам предлагаю потом с Алексеем пообщаться, послушать про них всех. Это на самом деле очень интересно, но я предупреждал и тебя, и всех остальных и сразу говорю, что на это нужно смотреть критически. Оно работает в определенном контексте, работает очень хорошо, но я бы таких сеньоров сеньорами не назовел. И к себе бы в команду я бы не нанимал. Одного да, остальных нет. Всю команду такую ничего делать. Это будет большая беда. Но это вопрос, что такое сеньор, что в это включается, потому что аутсорс это один сеньор, продукт это другой сеньор, ответственность везде разная и так далее, и так далее. Поэтому здесь стоит аккуратно. Ну и это почти последний слайд. Это твоя любимая тема. Да, моя любимая тема. Говорите нет. Всем херням, которые вам лезут в вашу жизнь, их стоит оценивать критически, смотреть на это с точки зрения своих целей. Подходит под ваши цели и под вашу долгосрочную, скажем так, перспективу. Займитесь. Нет. Попробуйте, поиграйте и скажите нет в итоге, забейте. Если вы будете больше забивать, у вас будет больше получаться. С этим будет проще жить. И спасибо большое. Здесь вот мой блог, подписывайтесь. В конце есть ссылочки, я выложу онлайн. В группе вивенте будет ссылка на этот канал. И все. Вопросик. Вот это корнел ноте-тейкин систем. Сказал, что об этой системе конспектирования знает мало народов. Но она при этом довольно крутая. Какая у нее судьба? Почему они так мало знают? Если она так давно была разработана... Ее в 70-м предложили, но ее нигде не, скажем так, не пропихивали на себя. Почему она не взлетела? Хороший вопрос. В плане методологии как бы... Понимаешь, что-то еще... Ну, какое дело? А где лучше учиться? Вот я вопрос задал. Потому что эта методология для студентов. Это точно не лучше учиться. Вот эта методология для студента, понимаешь? И студента к этому нужно приучать. Потому что если ты не знаешь, что тебе это надо, если ты в это не веришь, ты никогда сам не начнешь этим заниматься. Как и любой практической частью. Если ты не видишь цели, у тебя не будет мотивация, ты сам не начнешь. Вот. Я думаю, что это просто не принято как у экономики преподавателя. Это же нужно студенту месяц объяснять, в чем суть, объяснять всю эту теорию, а потом заставлять его это как-то делать. Пускай, если бы у создателей просто не было достаточного количества энергии, это как бы... Вполне возможно. ...матировать. Вполне возможно. Еще вопросы какие-то есть? Если нет, то мы пригласим следующего спикера. А вы к третьей или что за уроку? Как вы говорите о чем? Вот это? Да. Статья про то, чему... Да, это статья. Здесь... Статья, книга... Ну, давайте... Ссылки все, да? Статья, да. Все ссылки. Статья, курс. Статья... Это научная бумага. Это статья про вот эту вот генерскую систему. Это научно-популярная статья вот о нейрогенезе с мышками. Вот это вот очень прикольная книга, в которой вроде как объясняется, как делать продукты и сервисы для клиентов, которые клиенты будут любить. Там основная идея, что нужно делать ваших клиентов лучше и немножко их тренировать, становиться крутыми. Но в этой книге очень много отсылок к тому, как люди учатся и как люди получают экспертизу в целом. Она очень прикольная. Если вы никогда ее не читали, вы занимаетесь UX, например, хоть как-то, да, или продуктовым дизайном, обязательно почитайте эту книгу. Она одна из классических сейчас считается. Вот ты сам заиспользуешь, да? Как-то так. Используешь что? Подходы эти? Вот эти все подходы, да? Все нет. Все нет. А книги самая... Ну, смотри, что я лично использую, я всю жизнь учился вот с этим заполнением дыр, да? Я всегда задавал себе вопрос, вот как бы я мир представляю, меня чему-то учат, как это вообще соотносится, нафига я это учу, да? И как это работает? То есть сразу вот тебе там лектор что-то говорит, ты себе это представляешь, да? И задаешь вопрос, как оно работает в твоей системе. Если в твоей системе она никак не работает, то нужно садиться и разбираться, копать внутрь. Вот. И дальше идет вот тестирование, вопросы опять же. То есть когда ты себе начинаешь задавать вопросы, если ты их вообще еще записываешь и потом перечитываешь, это офигительно работает. И это все нужно вырабатывать как навык. Оно сразу не зайдет. Ну, а про наработку навыков, там можно еще отдельную большую ленцию, как это делать. И, короче, одна большая тема. Что, перекурь, спасибо. Мы можем перевозить на рекой. Можем.